Кремлёвский диктатор сознался в своей профнепригодности. Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я всё-таки не заканчивал Академию Генерального Штаба. Он доверяет только своим ручным генералам. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. То есть убийцам мирных украинцев. Мы готовы выполнить любую поставленную вами задачу. А также циничным лжецам. Ещё раз подчеркну, что огонь ведётся только по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины. Исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. Лжецам, у которых сам научился аналогично лгать. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не нужна. Этой ложью Владимир Путин пытается прикрыть военные преступления, которые ежедневно совершают русские солдаты. Да врут всё время. Вот поэтому тень на плетень наводят. И вот на днях он анонсировал новые. Как будто бы предыдущих было мало. Мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали. Чем Путин угрожает всей Украине? Это трагедия для украинского народа. И какие новые удары уже наносит его армия? Смотрите прямо сейчас. Брот! Это жуткое видео кадры обстрела российских оккупантов Донецкой области. Снаряд разрушил жилой дом в городе Часовьяр в воскресенье. Погибло 33 человека. Ещё несколько чудом выжили. Всё, 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 потихоньку, потихоньку. Их убили российские ракеты «Ураган». И тут, казалось бы, всё очевидно. Очередное массовое убийство украинцев. Это был ракетный удар. И каждый, кто отдаёт приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает совершенно сознательно. После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали. Но Минобороны России даже здесь врёт и не краснеет. С закоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Часовьяр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны Вооружённой силы Украины. В результате удара уничтожено более 300 националистов. И как тут не вспомнить слова Путина? Всё идёт по плану. Его план предельно банальный. И несмотря на новые угрозы... Мы-то, по большому счёту, всерьёз пока ещё ничего не начинали. В нём нет ничего нового. Только ещё больше убийств мирных украинцев. Это же жизнь. Это реальные вещи. Для этого путинскую армию начинают снабжать ракетными комплексами «Точка-У». На днях их заметили на временно оккупированных территориях Донбасса. А это значит, что надо ждать новых ударов, в которых Кремль обвинит Украину. Так как утверждает, что у них «Точек-У» просто нету. Нет там никакого теракта, не взрыва. Я же здесь был, не знаю. Но я знаю, что мы много раз это говорили, показывали это. «Точку-У» используют вооружённые силы Украины. Но именно из этого оружия россияне уже убивали мирных украинцев. Так было 8 апреля на вокзале Краматорска. Винка, трупов на вокзале у нас сколько? Прикинь! Тогда оккупанты убили 59 человек, которые бежали от войны. Вот эта ракета убила десятки людей, десятки покалечивок. А надпись на ней – «За детей». Но это ужасное преступление русские убийцы хотели присвоить вооружённым силам Украины. С того ужасного теракта прошло три месяца. И вот, кажется, путинская армия вновь готовит похожие провокации и массовые убийства мирных жителей. Продиктовано это ничем иным, как имперскими амбициями. Ведь на самом деле никаких успехов в продвижении у оккупантов нету. Как бы не мечтал об этом Путин. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определённом этапе этой боевой работы. Всё в точности, да наоборот. Украинская армия успешно идёт в контрнаступление. Уничтожает склады с боеприпасами. И целые пункты командования. Ну, знаешь, ну тебе, не про телефон. Попали, короче, самое главное – командование. Ни хуй попали. Ну, да, там 12 двухсотых. Основная задача вооружённых сил Украины на сегодня – это освобождение временно оккупированных южных территорий Украины. Это даже приказ президента Зеленского. В то же время ведутся активные боевые действия в Харьковской области и, конечно же, на Донбассе, где наибольшее скопление российских войск. Мы будем стремиться к демилитаризации и демилитаризации Украины. Эти три направления – целая линия фронта, которую ВСУ успешно прорывают. А единственное, на что способны россияне – это успешно убивать только невинных людей.